Сказала, психически больных не только детей, 70%, а все люди, на 100% у всех нарушена психика. В связи с тем, что наступил стрессовый период вообще в миру, он не только в России, он по всему миру. Во всем мире сотрясаются разные события, которые лишают людей спокойствия. Я дитя Советского Союза, в мое время люди все жили одинаково, и все строили единое будущее совместно, взявшись за руки. И мы не переживали за завтрашний день, потому что у нас был всегда, у всех граждан Советского Союза бывшего, статус социальный пакет, который выдавало государство. С этим пакетом человек мог безбедно, удовлетворяя все свои нужды, прожить до самой пенсии и старости, и, грубо говоря, ухода. Сегодня люди не уверены не только в ближайших пяти годах своего социума, а не уверены в завтрашнем дне, в прямом смысле слова. То есть завтрашний день он может не наступить, люди могут лишиться работы. Сегодня высочайшая конкуренция. И интернет, и компьютеры, и увлечения наши гаджетами – это всего лишь дополнение ко всей истерии, которая сегодня на полотне политического подиума. Все лишены людей, вернее, нужда вытаскивает из людей самые низкие их качества. Жадность, коварство, чувство порабощения другого, захват территории. Другими словами, война. Она идет идеологическая, холодная и прямая, фактическая, тактильная война. Она идет идеологическая, тактильная война.